Всем привет, с вами профессор Березовский. Добро пожаловать на мою новенькую лекцию по Call of Duty Mobile. Ребята, вы оставили уже ну очень много комментариев под последними роликами с просьбой взять на тест и сделать лучшую сборку на АК-117. Причем вы все разделились на два лагеря. Одни говорят, что на ютубе образовалось 100-500 разных сборок и каждый блогер затирает какую-то дичь, никак не обосновывая выбор модулей. Ну или из разряда поставил этот модуль по личным ощущениям. Мол, Березовский, профессор, сделай нормальное, как ты умеешь. Второй лагерь, то есть другие, утверждают, что АК-117 тащит, нагибает и даже разваливает и раздает лещей АК-47. И вообще АК-47 это, мол, младший брат АК-117, особенно в Королевской битве. И особенно стало интересно сравнить АК-117 и АК-47 с новым боеприпасом, который увеличивает скорострельность, потому что с ним третья броня в Королевской битве разламывается просто в считанные секунды. Кто не прогуливает мои стримы, тот видел, насколько быстро моя сборочка на АК-47 с новыми патронами разваливает броню без отдачи практически вообще. В общем, ребята, будет сегодня интересно, обещаю. Заваривай себе самый вкусный чай или вообще сделай кофеек, возьми вкусняшек, устраивайся поудобнее. Ну а мы начинаем! Для разминки мозгов давайте сравним ХП в стоковых сборках. 5, 10, 20 метров лидирует АК-47, а вот 30 и 40 перехватывают инициативу АК-117. Давайте по пулем посмотрим. И честно, от АК-47 я такого не ожидал, настолько потери урона. Ну хотя это с боезапасом, но все же, я лично не ожидал. Тут все понятно, видите по таблицам. Давайте, чтобы вычислить ТТК, с вами сравним скорострельность. На 0,02 ненамного, но все-таки помедленнее АК-47. Смотрите, вот у вас ТТК в стоке получается, и мы видим, что на 30 и 40 метрах уже нагибает АК-117. Но это, ребятки, это стоковые сборки. Давайте сравним топовые сборки, так будет более правильно. Смотрите, у нас получается в топе по ХП. И смотрите, какой секрет. Если мы вешаем ОВС и Монолит, уже на 5 метрах повышается ХП. Это реально, ребят, это какая-то скрытая фигня от разрабов, серьезно. Уже на 5 метрах будет повышенный урон с ОВС и Монолитом. Получается, другими словами, АК-117 теряет свой урон уже на 5 метрах. Я первый раз такое вижу, для меня это шок, реально. Я никогда не видел такого в Клавдюте. Ну вот, поэтому смотрите, у нас ОВС и Монолит, это абсолютно имба. Берем это за лучшую топовую сборку. И сравниваем, ребят, смотрите, топовые сборки. Вот сравнение. По всем фронтам, кроме 5 метров, лидирует АК-47. Давайте популим, ребят. Остальное, это части тела, руки, ноги. Я сомневаюсь, что вы все пули точно в голову выпустите. Поэтому лидирует АК-47, ребята. Давайте по ТТК. Смотрите, 5 метров? Да, вопросов нет. Перестреливает АК-117. Окей, на 0,03 там секунды. Но по всем остальным фронтам, ребята, по ТТК быстрее перестреливает АК-47. Вот такие дела, ребята. АК-47 нагибает. Давайте соберем. Итак, мой юный падаван, давай применим на практике все те знания, которым я тебя научил. Ставим ствол меткий стрелок ОВС. И вот тут многие советуют ставить короткий ствол, там ради, да, перемещения прицеливания, понятно. Или интегральный глушитель. В случае с коротким стволом, не ставят почему-то в сборке монолитный глушитель. Ты только что, мой юный падаван, в табличке видел, что если ты поставишь вот этот короткий ствол без монолитного глушителя, ты, ой, как много в этой пушке потеряешь. Поэтому это настолько бестолково, настолько бездарно ставить интегральный глушитель на эту пушку или легкий ствол короткий. Просто математика, математика, царица наук, ребятки. Поэтому, ребят, давайте. Метки стрелок ОВС. Я вас всему научил, обучил. С секретным знанием. Монолитный глушитель, ребята. И вот тут далее складывается вопрос. Маленький вопрос такой. С чем дальше отыгрывать? Потому что, смотрите, ребят, по поводу приклада скажу. Сейчас сборка будет именно для сетевой игры. Собираем для нее. Вот здесь два варианта, ребята. Так как мы с вами именно вот этим метким стрелком ОВС очень сильно загасили скорость перемещения и скорость прицеливания. Потому что, просто посмотрите, если убрать. Вон, да. То есть, получается, в стоке 62. Хоп, ставим 53. Ну, то есть, много реально загасили. Надо поставить приклад, либо вот этот без приклада, чтобы увеличить и скорость перемещения, и прицеливания. Либо скелет ОВС. Смотрите, в чем разница, ребятки. Я проводил тест, посмотрите мой ролик, там предыдущий, да, на канале, что скелет ОВС дает меньшую скорость прицеливания. А без приклада дает большую скорость прицеливания. То есть, он лучше. Но, ребят, дело в том, что если вам не удается контролировать вертикальную отдачу, то тогда ставьте приклад скелет ОВС. Пусть вы будете чуть медленнее прицеливаться. Но у вас не будет минуса контроля вертикальной отдачи. Если для вас не проблема, вот мой АИМ и мой скилл позволяют мне контролировать эту пушку даже с минусом контроля вертикальной отдачи. И я поставлю без приклада. Если тебе сложно реально контролировать вертикалку, ставь вот этот скелет ОВС. Либо, либо, если тебе реально прям очень сложно, ставь вот этот устойчивый приклад. Но я его советую только для королевской битвы. Поэтому мой личный совет в данной ситуации ставить без приклада, если ты более скилловый игрок. И ОВС ставить этот скелет, если ты менее скилловый игрок. Вот такие, ребятки, дела. Так, смотрим дальше. Естественно, лазер на повышение точности и скорости прицеливания. И вот дальше возникает вопрос, ребята. Кто-то из вас скажет, что очень мало патронов. Ну, ставьте, ребят, в сетевой игре, если вы думаете, что вы будете прям сносить, там, не знаю, пачку игроков, как Айферк, да, и нюки набивать. Ну, ставьте, ставьте 40, ставьте 48. Но, ребят, мне здесь важно отыгрывать очень подвижно. Именно Сака-117 с этой пушкой. Поэтому я ставлю рельефную отмотку рукоятки ради скорости прицеливания и скорости перехода от бега-стрельбе. Итого, эта пушка получается, ребят, очень подвижная и максимально по цифрам имбовая. То есть вы делаете реально нагибаторскую пушку, вы выжимаете из нее как апельсиновый сок, как воду из тряпки, да, как пот из футболки. Выжимаете максимум из этой пушки и плюс делаете еще ее максимально, возможно, подвижной. И, ребятки, кто обратил внимание, подвижность 69. А-а-а, понимаете, да, подвижность 69. Ну, да ладно, ладно, это уже мелочи. Ну, вот, ребятки, это моя сборка для сетевой игры. С ней отыграю катку. Запомнили? Сделали скриншот, да, ну и так далее, там что-то можете поменять под себя. Но самые главные модули это метки стрелок ОБС и монолитный глушитель. Остальное, ребятки, в принципе, по вкусу, в принципе, по вкусу. Ребят, вот это сетевая игра. Далее, ребят, снимаем приклад, заднюю рельефную обмотку и собираем сборочку для королевской битвы, ребята. Смотрите, первые два модуля то же самое, ибо это самая максимальная дистанция. Далее, чтоб пушку не носила как девушку легкого поведения. Я ставлю устойчивый приклад RTC ради горизонтальной отдачи стабилизации, ну и все, что там написано. Далее, лично я на этой пушке в королевской битве, лично повторюсь еще раз, я не могу отыгрывать от мушки, поэтому я ставлю коллиматор. Вот лично я, ребят, и ставлю боезапас вот эту максималку на 48, потому что в КБ там уже сквады попадаются. Там уже реально надо прям вот максимальное количество патронов юзать. Теперь смотрите, ребят, вариация следующая. Если вы играете от мушки, то вместо оптики я поставил бы вот этот лазер ради скорости прицеливания. Подвижность бафается, точность бафается, все дела. Одни плюсы, никаких минусов. Вот, вместо коллиматора. Я не думаю, что боезапас кто-то из вас уберет. Я не думаю, ну потому что 48 реально в КБ надо. Если решите убрать, то я бы поставил бы заднюю вот эту рукоятку вместо боеприпаса. Вот так бы сделал. Вот, ребятка, а так в целом, так в целом. Вот я собираю вот такую сборку для королевской битвы, собственно, на АК-117. Ребят, все. Итак, затянули, все. Сборка для Си готова, сборка для КБ готова. Погнали, контрольная работка в рейтинге, да, сетевой игры. Погнали, ребят. Так, стендов, неплохо. Весьма неплохо, ребята. Так, скорость прицеливания, смотрите. Ребят, хоть мы и поставили монолитный глушитель и метки стрелок ОВС, которые нерфят скорость прицеливания. Но она осталась очень достойная благодаря другим модулям. Сейчас еще раз покажу, ребят. Так, вот так вот. Смотрите, реально. Очень достойно. То есть, получилась подвижная и максимально выжатая из этой пушки сборка. Вот такие дела. Так, давайте быстренько-быстренько вот сюда бежим, как буквы, как Сайгак, как Заяц. Закидываем сюда и перехватываем с этой стороны. Опа! Как раз-таки, да, когда закидываете, получается, враг думает, ну, он там, естественно. А тут опаньки! И нежданчик, и нежданчик. Так. Ага, ага, где-то здесь должен быть. По идее, я же на их базу пришел. Типа, опа! Опа! Слушайте, ну, неплохо. Скорострельность крутая. Скорострельность крутая. Но... Так, тихо, тихо. Вот так вот. Скорострельность реально крутая у пушки. Это чувствуется, что она чуть... Фух, как я так успел, честно, в шоке. Как он меня не забрал, потому что я успел и залезть, короче говоря. Так, а ну иди сюда. Сюда иди, водитель ТЭС не прощает. Настоящий водила не прощает, братан. Потому что ты не передал оплату за проезд. А ну иди сюда. Сюда иди. Оплату за проезд. Оплату за проезд, я сказал. Окей, все. Взял с пацана оплату за проезд. Отлично. Так, звуки. Звуки, звуки. Сюда идет. Ясно. Вот, ребятки. Короче, да, это чувствуется, что она скорострельная, чем АК. Да что ж такое-то. Она скорострельная, чем АК-47. Базару 0, конечно. Но она менее точная. Она менее стабильная. Она менее нагибучая. Ну, это прям чувствуется, реально. Она как будто бы... Знаете, вот можно было бы сказать, что это младший брат АК-47 и типа... Или сын АК-47, то есть АК-47 отец или старший брат. Но мне кажется, по звукам стрельбы, по механике этой игры... Неужели... Господи, патроны кончились. Офигеть. Самый неподходящий момент. Повезло мне. Повезло, что Хаджешка стреляет. Реально, что ее бафнули. И теперь стреляет, да, это ракетой. Мне реально очень повезло. Иначе все. Это конечное. То есть я бы сейчас умер, реально. Вот, ребятки. Хотелось бы сказать, что это младший брат. И типа АК-47 старший брат. Хотелось бы сказать, что это сынок. А АК-47 это батя, да, отец. Но по звукам стрельбы, по механике игры, по... Вообще вот этому всему, короче говоря. Это младшая сестра, ребят. Это не младший брат даже. Это реально младшая сестренка. Вот серьезно. Или... Ну нет, дочка это уже слишком. А вот реально, по факту, по... По звукам, по всему, по геймплею. Это реально младшая сестра какая-то АК-47. Серьезно. Так. Алло, не спи. Блин, я... Блин, я прям на резк попал, короче говоря. Они вдвоем там рисанулись. Не повезло, блин. Реально не повезло. Хорошо шел. Хорошо отыгрывал. Вот. А так, ребят, пушка, в принципе, да, скорострельная. Да, без отдачи. Но ее очень сильно понерфили. То есть в прошлых сезонах... Ну, прям совсем-совсем в прошлых. Допустим, ну вы видели мои ролики. Я в КБ нагибал от бедра. Прям реалии. Я человек там 10-15. Блин. Ребят, я с этой АК-40... АК-18 в королевской битве я сквады забирал от бедра. О чем речь? Я прыгал и от бедра забирал сквады. То есть настолько она была нагибучей. И она стреляла прям ровно в точечку. Вообще без отдачи. Все пули заливали точно в цель. И она выносила прям... Ну, классно. Не самым быстрым образом, но классно. А сейчас ее так понерфили, что... Подбираешь на земле синего качества, например, да? Зеленого качества. Да ее носит как девушка у легкого поведения. Просто из стороны стороны. Все пули. Я стреляю в точку. А пули такие нет. Ну вот. А пули такие нет. Ты не будешь сюда стрелять. Нет. Ты будешь стрелять по кругу. То есть заливают пули просто мин прицела. О чем речь? Какая? Какой нагиб? Блин. Блин. Короче, не успел. Хотел от бедра забрать. Но что-то заговорился. И просто затупил. Тупо лег. Нормально. Хорошо сказал. Затупил. Тупо лег. Да. Ни тавтологии ни разу. Ну вот, ребятки. Сейчас реально ее носит очень сильно. И получается так, что все патроны, все пули летят мимо прицела. Поэтому о каком нагибе вообще речи я не понимаю. Да. Если ты новичок. И ты не умеешь играть. У тебя скилл средний или ниже среднего. Да. Ты ее возьмешь в руки и скажешь. Блин. Реально. Она нагибает. Потому что ей не надо управлять. У нее почти что. Ну, мало отдачи. Относительно других пушек. Относительно АСМ, например. Ну и так далее. То есть, относительно вот таких пушек. Относительно КАЭНА. О-о-о-о-о. Понятно. Ясно. Чувак. У него просто скилла не хватило. Он такой. Сейчас обкакаюсь. Гравит шипы заюзаю. Обычно это так происходит. Реально. Так. Ну вот, ребята. Поэтому, если у тебя скилл ниже среднего, как бы. И тебе сложно отыгрывать по отдаче с разными пушками. Опа. Нормалек. Нормалек. Тогда да. Вопросов нет. Вопросов нет. Ее легко контрить. В принципе, она неплохо отыгрывает. У нее хорошая подвижность там и ну и так далее. И в таком случае, в таком случае, да. Тебе она зайдет. А если у тебя скилл реально офигенный. И ты понимаешь, что надо нагибать на даль, на близ, на средние. На все дистанции надо нагибать, как боженька. Ребят, ну с АК-117 не получится нагибать, как боженька. Получится нагибать, как девочка. Ну, как сестренка, типа. Относительно АК-47. Опа, в голову. Хатчаут. Такой, блин. Воитель ТЭД такую озвучку клевую делает. Реально. Хатчаут. Реально прикольно, ребят. Реально прикольно. Ну вот, короче. Я максимально попытался передать свои эмоции по поводу АК-117. По объективному тесту, по цифрам вы увидели АК-47, кроме 5 метров. Ребят, кроме 5 метров. Нагибает во все щели, щепки, имба, имбущее. Нагибает, перегибает этот АК-117, ребят. Вы это увидели тупо по цифрам. По ТТК, по ХП, по пулям. По всему, ребят. По всему. На-ги-ба-ет. АК-47. Батя. Отец. Точка. Все. Вы просто задумайтесь, насколько часто вы будете стрелять противника с 5 метров. Насколько часто. Пару раз за катку. Один раз за катку. Один раз за 10 каток. Ну такое. Ребят, вот так я обычно отыгрываю рейтинг. Вот так, смотрите. 29, а мои тиммейты. 5, 5, 4 и так далее. ТТК. Ой, ТТК. Ребят, КД, КД. У меня КД 6 в этой катке. Чтобы вы понимали. Ну почти 6 там. Типа, ну почти там. 5 и 90 там с чем-то. Грубо говоря. Ребят, вот такой КД. Огромное вам спасибо за просмотр. Огромное спасибо за поддержку. Я надеюсь, ты привез мне лайкос. А я, как всегда, годный контент. Огромное еще раз спасибо за просмотр. И до новых встреч. Всем, ребятки, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok